друзья мои дорогие всем добрый день доминирующая женщина в отношениях что это заявление какие признаки этого есть почему вам понравилась такая женщина какие есть риски и откуда берется вот эта линия доминации я в этом видео не говорю про узкий аспект если у вас отношения в которых есть сексуальное доминирование если это близкий вам концепт я беру в более таком глобальном смысле что значит доминирующая женщина если мы говорим например про некую семью про некую пару с мужчиной это женщина которая показывает власть причем достаточно часто показывает власть я здесь главное я обладаю ресурсами в том числе и твоими я обладаю большим количеством прав и возможностей чем ты это человек от которого идет много контроля отчитайся почему ты так не так сделал то есть а мне важно чтобы было именно так и вот соответствовало моим каким-то пунктам достаточно часто будет идти вот это вот линия что все должно быть по ее что касается стиля общения он тоже но он разный может быть потому что конечно доминации такая очень чертоемкая и могут в рамках нее быть разные типажи такая знаете стиль общенияということで знаете более повелительственный такой царственный либо такой знаете покровительственный аля такая вы знаете старшая женщина в семье аля такая вот всеобщая мать вот что-то такое или это может быть такой скорее знаете критикующий обвиняющий стиль там подачи может быть разная плюс а что характерно для вот таких вот проявленных дым проявлено доминирующих женщин в отношениях Там будет много напористости, много энергии, много активности, если ей что-то надо. Она будет продавливать, неважно, какими путями, методами, средствами будет додавливать. В каких-то моментах она может быть достаточно агрессивной. Чем больше она хочет, чем больше идет в ответ какое-то сопротивление, тем больше будет вот этой вот агрессии. Очень часто эти женщины, они достаточно стратегичны, там в голове есть какая-то система, какой-то есть план, и вас туда вписывают. Вы являетесь какой-то составляющей вот этого всего. То есть члены семьи, окружение, мужчина, близкий выполняет определенную функцию. У каждого какая-то своя функция. К сожалению, в таких отношениях со временем многие все отчетливо понимают, что как будто бы моей личности-то тут и нету, моих потребностей-то тут особо-то и нет. Как-то вот это все не замечено. Доминирующая женщина достаточно активно продавливает границы других людей, в том числе любимого мужчины. И по этому поводу не испытывает угрызений совести, может где-то при людях достаточно грубо резко себя вести. Ну то есть мужчина, в общем-то, либо привыкает, либо не остается в этой истории. От того, что он где-то что-то будет возмущаться, но поведение ее не изменится. Нередко это такие вот тираны, тиранши, контролерши. Там сложности определенной сэмпатии и есть. Чем дольше живете, тем понятнее, что не всегда эмоционально она может как-то, знаете, к ситуации присоединиться и не всегда может дать вот это тепло, вот это внимание. Там будет жесткость, там будет соблюдение какой-то формальной картинки. Вот у нас здесь семья, вот у нас здесь все как у людей и прочее, прочее. Если вы будете делать что-то хорошее, вы будете чем-то делиться и прочее, прочее, она просто будет воспринимать это все как должное. Там не будет какой-то большой эмоциональной отдачи. Но действительно, многие мужчины очень залипают вот на таких женщин. Кого-то внешность на первом этапе может в том числе привлечь, кого-то вообще сам образ, сама подача. Потому что эта женщина, она может быть очень яркой, а привлечь может самостоятельность, самодостаточность. Мужчина такой говорит, ну вот же, я хоть более-менее вот в партнерской какой-то истории поживу. А кто сказал, что у тебя будет партнерская равноправная история, то это уже позже. Могут привлечь какие-то такие вот, знаете, принципы этой женщины, целеустремленность. То есть там действительно есть вот эта вот такая цельность, есть какая-то сила. На первом этапе это может быть достаточно активный, качественный интим. И интим может дальше сохраниться в паре, но там скорее от мужчин уже больше будут какую-то функцию требовать. Там может быть не будет той отдачи, которую он ждет. Может привлечь прямая коммуникация. То есть она может прямо подойти, познакомиться, сказать что-то, озвучить. Мужчина скажет, ничего себе, мне не придется как-то там бегать, как-то уговаривать, какие-то обидки терпеть. Может привлечь инициативность. То есть действительно такой сильный, цельный, яркий образ. Но многие мужчины же идут вот в эту вот историю, они же думают, что они-то все равно будут в этой истории. Ну как бы такой значимой единицы. А к сожалению, там конечно у всех свои нюансы вот таких вот историй. Но к сожалению, там нередко такая динамика-то негативная, все по нисходящей. Причины, почему женщина такая, почему она так себя ведет. Ну во-первых, это действительно может быть конкретно нарушенная дама. Это может быть психопатка. Очень много разных видов психопатов, психопаток. Мы с вами не раз это на канале обсуждали. Это может быть женщина прям с нарциссическим расстройством. Пограничницы тоже такие бывают. То есть это может быть конкретно человек с расстройством, нарушенный. И да, именно вот с такими гипертрофированными чертами. Это может быть женщина с определенной акцентуацией, параноидный психотип акцентуированный, эпилептоидный психотип акцентуированный. Может быть. Бывает, что это просто, знаете, такой годами отработанный сценарий, через который она получает ресурсы, она получает вот это вот состояние какой-то нужности, востребованности, покоя, комфорта. Нередко это истории, когда женщина копирует свою маму, то есть это сценарий, передающийся, может быть, передающийся из поколения в поколение. Вот такая вот у них женская линия, вот они вот такие вот. Бывает, что так себя женщины просто ведут со страхом, с перепуга, а мужчина это вот так вот воспринимает на самом деле, как прям вот такое жесткое доминирование. А это не жесткое доминирование, это чуть-чуть другое, но там нужно разбираться в нюансах. И бывает, что это еще профдеформация. Например, женщина, да, там работает на какой-то такой работе, где она отвечает за жизни людей, да, где она вынуждена командовать, там что-то еще, она это несет в семью. Так что здесь причины тоже могут быть разные. Какие последствия пребывания в таких отношениях для мужчины есть? Это подавление мужской самооценки, подавление мужской инициативы. Это полное обесценивание, да, это так называемое эмоциональное кастрирование, когда уже ничего не хочется, смысла не видишь, что со всем этим дальше делать, за тебя уже все решили. Вот это вот состояние, когда уже сам не понимаешь, куда идешь. Конечно же, очень много абьюзивности в этих отношениях. И вот все те последствия абьюзивных отношений, которые люди пережили, они все могут сюда подходить. Многие мужчины скатываются во вредные привычки, в саморазрушение, в какое-то перезамещение. Либо у них очень серьезно психосоматика начинает проявляться, либо они просто сбегают. Есть особо сильные экземпляры, которые вопреки что-то там настраивают, ждут, спасают ради детей. Но, как правило, это все равно заканчивается. Либо психосоматикой, либо вредными привычками, либо уже вот этим вот убеганием. И нередко, если вот мужчина в отношениях с такой дамой, у него в жизни все по нисходящей. Крайне редко там какой-то рост, а даже если рост происходит, то доминирующая женщина приписывает все себе. Это я тебя в люди вывела, это я тебя направила, это я тебе условия создавала. Так что твои погоны, это мои погоны. То есть ты просто носитель этих погон, но погоны на самом деле мои. В каких-то ситуациях, может быть, можно, конечно, что-то поправить, если вы сами видите на это потенциал. Но ваша женщина должна быть готова к открытому какому-то диалогу. Она должна поддерживать идею равноправия. Она должна ценить ваши результаты. Если у нее есть какие-то проявления доминирования, но вы можете с ней об этом поговорить, и она поведение корректирует, окей, здесь что-то можно сделать. Но чаще же это истории, когда вы пытаетесь достучаться, вы пытаетесь донести, а вам говорят, какая ерунда, или вас высмеивают, обесценивают. А что касается изменять, такие женщины не изменяют по-разному. Есть те, которые вообще угрызения совести по этому поводу не испытывают. А есть те, которым это просто не надо. Им достаточно картинки семьи в глазах других людей. Там тоже линии могут быть разные. Друзья мои дорогие, пишите, если вам эта тема интересна, пишите, какие еще грани, какие типажи разобрать. А я вам напоминаю, если вам будет нужна моя помощь как психолога, как психотерапевта, буду рада видеть вас на своих онлайн-консультациях. Мои контакты внизу под видео. Пишите мне в мессенджерах и узнавайте условия проведения консультаций. Всем пока, всем до скорых волнующих встреч!